Братья и сестры, здравствуйте! 12 глава Откровения говорит следующее. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную. Низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. «Михаил воевал с дьяволом, и низверг его с небесных высот, поэтому горе живущим на земле и море, ибо к ним сошел дьявол в сильной ярости, зная, что ему немного времени осталось». Об одной из побед Михаила у нас сегодня разговор. Чудо Михаила Архистратига в Хоних. Это событие древней истории, которое связано с часовней, где был праведный панамарь, совершавший свое скромное, но благодатное служение, и которого спас Михаил Архангел от назлобы язычников, живущих вокруг. Сегодняшний день может быть назван Всемирным христианским днем панамаря. Есть такая младшая священная должность, парамонарий в Восточной церкви, или панамарь по-нашему. В Западной церкви он изначально назывался, и называется сейчас министрант, то есть прислуживающий, служитель, те мальчики, которые с кадилом ходят за священником, в таких беленьких одеждах, столах или альбах. Есть еще такое название, древний Аколуф, то есть неотлучный спутник. Есть даже такой древний мученик по имени Тарцизий, или Тарциссий, который пострадал мученически, когда нес святые дары для причастия. Такая была раньше традиция. Низшие служители тоже могли нести с собой святые тайны по назначению, и был убит языческой толпой, римским мученик Тарцизий. Панамарь. А наш нынешний панамарь, которому Михаил помогал, заставляет нас поговорить о святости самого маленького церковного служения. Дело в том, что в церкви должен быть кто-то очень сильный духом. Он может быть неизвестен нам по имени и не заметен по внешней жизни, но он должен быть. Лучше всего, чтобы это был служитель алтаря, настоятель или один из священников храма. Может быть, благочестивый диакон быть главным стержнем церковного приходской жизни. Может быть, старушка на свечах, на свечном столике, может быть, тайная молитвенница, живущая именем Иисуса Христа. Может быть, панамарь. Но кто-нибудь должен. Храм не может просто так стоять и просто так ходить туда. Это должен быть очаг молитвы, такое место святости, место силы. И вот панамари призваны в том числе и к тому, чтобы быть этим светильником света в храмовом пространстве. Они должны раньше всех приходить в храм и позже всех уходить. Уже в силу этого у них всегда остается какой-то лишний час для того, чтобы помолиться без народа. Для того, чтобы все ушли, а ты еще остался или еще никого нет, а ты уже пришел. И пока ты возжигаешь свечи, ты уже можешь начинать молитву, разогревать храм своим дыханием и своим молитвным присутствием. Панамарь должен внимательно читать священное писание. Обычно это ему вменяется в обязанность. То есть он параллельно с этим и чтец. Вообще нужно сказать, что такие священные должности, как чтец, а также катехизатор, а также экзорцист, нередко соединялись в одном лице в Древней Церкви. То есть он был грамотный, образованный, проповедническим даром одаренный, еще и духовно сильный, способный совершать изгнание злой силы из человека. Это были миряне, апостолат мирян. Они могли многое делать. Сегодня они тоже многое делают. Все наши чтецы, певцы, лиросные послушники, панамари – это наша духовная гвардия. И они сегодня, если угодно, напоминанием призываются к тому, что их труд мало кому понятен, мало кому заметен. Это согревание теплоты, приготовление просфор и многое другое. Пылесосить в алтаре после службы, зажигать свечи и гасить их после службы, убираться. Это все чрезвычайно важная вещь. Если все это соединяется с молитвой, а это должно соединяться с молитвой, то панамарь может являться вот именно тем ангелом молитвы, который постоянно, больше священника иногда даже, находится в пространстве храма и любит его всей душой и неотрывно живет, не мог возлюбить, значит, когда сказали мне, пойдем в дом Господний. Так что сегодняшний праздник Михаила Архистратига в Хонях – это лишний раз прославление архангела, который вмешивается в нашу жизнь и здесь на земле посрамляет дьявола, однажды сброшенного им с неба. Откровение, глава 12. Но это также и день, повторяю, простого служителя. Потому что панамарскую службу с любовью проходил, например, царь Иван Грозный. Был целый ряд праздников в году, когда он одевался в стихарь, выходил со свечой, раздувал кадила, читал псалмы и помогал священнику при богослужении. Ему это очень нравилось. Он это делал, например, в память праведного Андрея Смоленского, князя, который скоротал свои дни в храме святого Николая в Переславле-Залесском. Сбежал с престола княжеского и укрылся в виде панамаря и так прожил смиренно всю жизнь, подметая двор и читая шестопсалмию. Грозный оценил это благородство души князя и чтил его панамарством в эти дни. В общем, панамарь – это великая служба. Многие считались и недостойными одеть на себя стихарь и зайти в алтарь, ибо это уже очень высоко для мужчин любого возраста. Итак, панамари, возлюбленные о Господе, да укрепит вас Дух Святой и пересмотрите свое отношение к алтарю, в котором нельзя празднословить, нужно всегда молиться. Любое маленькое дело делать с большой любовью. С праздником!